С 1 июля 2014 года должен вступить в силу новый приказ Минкомсвязи, согласно которому все интернет-провайдеры должны в течение 12 часов хранить все данные трафика всех пользователей, безусловно, с правом для спецслужб пользоваться этими данными по их усмотрению. Конечно, в таком приказе есть безусловные нарушения и законодательства федерального, и многих положений Конституции, в частности, о неприкосновенности частной жизни, о тайной переписке и многих других. Я уверена, что этот приказ будет оспорен, и, кстати, еще не факт, зарегистрирует ли его Минюст, потому что любой приказ должен пройти регистрацию в Министерстве юстиции, и если там никаких противоречий не усмотрят, то, видимо, есть установка, и Министерство юстиции пойдет на некую служебную недобросовестность. Для меня, конечно, это нововведение не будет означать ровным счетом ничего. Я как была активным пользователем сети, так и им останусь. Все мои аккаунты в соцсетях под моей фамилией, ни одного анонимно, в общем-то, я не прячусь. И вся моя переписка, что публичная, что, в общем-то, даже частная, если кто-то вскроет мою почту и начнет публиковать из нее куски, я, в общем-то, как-то не обеднею. Но это я. А у других может быть совершенно иной подход к этой проблеме. Надо сказать, что, в принципе, власть де-факто уже давно этим всем пользуется, и они хотят это легализовать де юре. Понятно, что спецслужбы так или иначе имеют доступ к любой переписке и к любому трафику. И это было бы оправдано в том случае, если бы у нас было правовое государство, если бы не было нарушений закона в других областях, если бы спецслужбы не шли на эти нарушения закона. Ну вот, например, если бы, допустим, спецслужбы с помощью их вот этого доступа к трафику можно было бы превентивно предупреждать какие-нибудь преступления, например. Но этого же нет, мы этого не видим. То есть эффективность спецслужб в любом случае равна нулю. Есть у них доступ к трафику, нет у них доступа. В любом случае это полицейская мера, я, естественно, против этого. Это один из атрибутов полицейского государства. Я уверена, что оспорят на всех надлежащих уровнях этот самый приказ. Но в любом случае, если даже он вступит в силу и будет введен в действие, мы должны просто понимать, в каком государстве мы живем. В Америке, кстати, спецслужбы имеют такой доступ, вполне легальный. Но здесь на Америку кивать, наверное, глупо, потому что Америка это чисто полицейское государство. И наши власти очень любят, особенно в последнее время, противопоставлять себя Америке. Вот я думаю, что им нужно это делать не на словах, а на деле.